Привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я буду рассказывать про топ 10 игр, в которые несомненно стоит поиграть. Эти игры точно захватят ваше внимание и позволят вам провести время с удовольствием. С вас лайк, с меня подборка и погнали! The Thelmet Edge это захватывающее приключение в жанре ролевой игры, где игроку предстоит принимать сложные моральные решения и преодолевать множество трудностей. Сюжет игры разворачивается в Варшаве 20 века и предлагает увлекательную многолинейную линию сюжета, которая увлечет вас на долгие часы. Вас ждут не только эпические сражения с коварными противниками, где требуется стратегия, хитрость и смекалка, но и погружение в потусторонний мир, где вы сможете обрести сверхъестественные способности и использовать их для преодоления препятствий. Готовьтесь к встречам с загадочными существами, некоторые из которых могут быть враждебно настроены к вам. Исследуйте разнообразные земли, раскрывайте мрачные тайны и сразитесь со сторонниками зла, чтобы спасти этот мир от угрозы. Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета и исход вашего путешествия. Учтите, что каждое ваше действие может иметь последствия, поэтому будьте осторожны и очень внимательны. Бакримс Рек. Хоррор на выживание с видом от первого лица, с поддержкой кооперативного режима с участием до четырех человек. Добро пожаловать в закулисье, где реальность уходит на второй план, а на первый выходят пугающие, однотипные коридоры и обитающие в них существа. В одиночку или вместе с друзьями отправляйтесь исследовать офисные коридоры, бесконечные бассейны и прочие внушающие страх области. Раскройте, храняйте в них тайны и постарайтесь сбежать из-за подни. Разработчикам Бакримс Рек удалось вызвать страх и неприятные ощущения беспомощности, благодаря окружению, работе со звуком и визуальным эффектом. А образы не только пугают, но и невербально рассказывают историю этого мира и тех, кому не посчастливилось навсегда здесь остаться. Не стоит забывать, что вы здесь всего лишь гости. Местные обитатели будут крайне недовольны вашим присутствием и всячески постараются уничтожить вас. Если повезет и вы найдете оружие, то сможете ненадолго отогнать монстров, но после такого жеста противники станут еще агрессивнее. Старайтесь не попадаться им на глаза и прислушивайтесь, ведь именно так вы сможете узнать о приближении недруга раньше, чем тот появится перед вами. The Outlast Trials – новая часть популярного игрового проекта, исполненного в жанре хоррора от первого лица, который вновь готов порадовать своих поклонников мрачной непредсказуемой атмосферой. Данная серия отличается от предыдущих наличием не только одиночного, но и многопользовательского режима, который позволит объединить усилия в компании до четырех игроков. Этот кошмар подготовил для вас массу смертельных опасностей, с которыми предстоит справиться, чтобы выжить. Что касается линии сюжета, то с первых минут она отправляет нас во времена холодной войны, где существует масштабная корпорация, вербующая людей, чтобы ставить на них свои жуткие эксперименты по промыванию мозгов. Ведь это позволит взять под контроль их разум. Будь готов к встрече с жуткими мутантами, коварными монстрами и странными созданиями, от которых успеет постоянно прятаться и убегать, одновременно исследуя локации, добывая ценные ресурсы и зацепки, которые и помогут выбраться из этого злополучного места. Экспедишн Амет Раннер Гейм, захватывающий приключение, которое бросает нас в бурю бездорожья, где каждый километр наполнен испытаниями, препятствиями и увлекательными открытиями. Ты часть научной экспедиции, отправляющаяся на выполнение важных заданий вместе с отважной командой, раскрывая секреты скрытых мест и добывая ценные ресурсы. В дикой природе выжить сложно, но также не менее важно правильно распределять обязанности в команде, чтобы эффективно достигать целей. Природа готовит немало испытаний, поэтому важно постоянно совершенствовать свои навыки и укреплять дух. Важно также выбирать оптимальный маршрут, учитывая, что ландшафт может быть крайне непредсказуемым. Графика выполнена в оригинальном стиле, погружая каждого игрока в уникальную атмосферу событий. Robinhood Sherwood Builders представляет собой смесь стратегий в реальном времени и ролевого экшена с видом от третьего лица. События игры происходят на просторах средневековой Англии, в открытом мире, переполненными городами, крепостями, замками, скрытыми в лесах. Локациями и многим другим. Ну а вы же сыграете роль классического героя, того самого разбойника по имени Робин Гуд, что защищал угнетенных и бедных, грабил богатых и во всех легендах был представлен самым настоящим спасителем. Игровой процесс тут несложен и предлагает сразу несколько направлений. Первое направление это строительство лагеря в лесу. В вашем распоряжении будет лагерь, который вы должны будете в режиме реального времени отстраивать и развивать. Придется и здание строить, и быт налаживать, и социальные вопросы решать внутри лагеря, и крестьянами управлять. Дел и задач много, и вам придется по ходу прохождения игры разобраться со всеми без исключения. Второе же направление геймплея это ролевые приключения с видом от третьего лица. В вашем распоряжении будет целый мир, и вы сможете исследовать его, заниматься в нем чем пожелаете, кататься верхом на лошади, заниматься грабежами, торговать, ну и все в таком духе. В конечном итоге вы должны будете совершить переворот в Нотингене, но путь к этой цели будет очень длинным. Например, для начала вам придется обустроить лагерь, затем нужно будет нанять воинов, привлечь на свою сторону крестьян с земель крепости и решить множество различных задач. Spirit Fall – экшен-платформер с элементами рогалика, в основе игрового процесса которого лежит проработанная боевая система. Потребуется бить врагов, рубить все на своем пути и швырять стену недругов. Геймплей выделяется скоростью и концентрированной динамикой, противники нападают каждую секунду. В конце этапа ждет схватка с уникальным боссом. В игре доступен широкий выбор спецспособностей и богатый арсенал вооружения для ближних атак. Многие элементы генерируются случайным методом. В начале игры протагонист Spirit Fall получает благословение от духов, которые наделяют его особыми способностями, помогающими сражаться с богами. Открывается широкий спектр навыков, с которыми необходимо экспериментировать, подбирая самые разные сочетания боевых способностей, определяющих тактику боя. Геймплей достаточно хардкорный и смерть выступает неотъемлемой механикой. Герой воскрешается в специальном святилище, так называемом хам, где можно прокачивать умения или улучшать снаряжение. На локациях собираются ресурсы, за них необходимо покупать предметы и обновы. Специальные амулеты позволяют усилить героя или вооружение. По мере прохождения встречаются различные персонажи, у которых можно взять дополнительные квесты. Если их выполнить, то некоторые божества могут отправиться с протагонистом в святилище, открывая доступ к скрытым способностям и возможностям. Класс Файт Франц 44. Пошаговая стратегия, событие которой развалится в самый разгар Второй мировой войны, в июне 44 года. Вам предстоит возглавить отряд специального назначения, затаившийся в самом сердце Франции, прямо перед высадкой союзных войск в Нормандии. Станьте ключевой силой французского сопротивления и дайте отпор силам Германии любой ценой. Но будьте осторожны, враг численно превосходит вас, но это не повод сдаваться. Игра предлагает взглянуть на устоявшийся жанр под другим углом. Геймплей предлагает освоить сложную систему морали, где каждый выстрел будет иметь значение и отразиться как на вас и ваших товарищей, так и на противника. Используйте эту особенность, чтобы раскачивать неуравновешенных врагов и сеять во вражеских отрядах панику, выигрывая тем самым время союзникам для наступления. А между тем следите за состоянием своих друзей, чтобы не лишить их рассудка своими действиями. Соберите уникальный отряд из добровольцев и проводите регулярные тренировки, чтобы подготовить их к очередным миссиям. В вашем распоряжении не так уж и много экипировки с оружием, поэтому четко планируйте, кому какой боекомплект достанется и какую роль боец сыграет на карте. Во время прохождения сложность постепенно будет возрастать, заставляя вас сталкиваться с более серьезными испытаниями. Поэтому самое время отточить свои навыки и подготовиться к более серьезным сражениям. Добро пожаловать в мир супермаркета. Здесь тебе предстоит стать управленцем собственного магазина и взять на себя огромную ответственность за каждый аспект его функционирования и развития. Изначально у тебя будет небольшая площадь, но постепенно ты сможешь расширять и улучшать ее, наполняя полки разнообразными товарами для каждого вкуса и предпочтения покупателей. В этом мире важно быть в курсе мировых рыночных тенденций, уметь правильно считывать штрих-коды и следить за эффективной работой персонала. Особенно приятно, что игра предлагает атмосферу и перспективу от первого лица, делая все действия максимально реалистичными. Однако не забывайте, что в симуляторе супермаркета ты имеешь полную свободу действия. Ты самостоятельно принимаешь решения о том, как развивать свой бизнес, какие товары предлагать и как улучшать обслуживание клиентов. Этот мир открывает перед тобой огромные возможности для проявления твоего таланта и управления собственным делом. Инколонити. Увлекательная стратегия с пошаговыми сражениями и динамичным игровым процессом. Отправляйся на просторы необычного мира, представленного нам в виде средневековой книги, рисунки на которой мы будем создавать самостоятельно, в том числе и собственную армию. Здесь можно дать волю фантазии и создать такое средневековье, которым ты его представляешь. Войны твои будут самыми разными и уникальными, именно поэтому заранее продумай состав армии, чтобы не дать оппоненту и шанса на победу. На поле битвы важно проявлять навыки стратегического и тактического планирования, действовать обдуманно и стараться всегда совершенствовать свои навыки. Враг готов уничтожить тебя в два счета, чего ты не должен ему позволить, а поэтому важно позаботиться о развитии и модификации своих отважных воинов. Графика уникальная и необычная, а за счет своей сказочной атмосферы позволит каждому побывать на страницах средневековой книги. Winter Survival Simulator – хардкорный выживастик от первого лица, предлагающий испытать на себе всю суровость зимнего климата. Оказавшись в заснеженных горах, неоткуда ждать помощи. Нужно полагаться только на собственные силы. Постарайтесь выжить, найдите убежище и дождитесь спасателей. Имея на руках лишь ограниченные запасы, сражайтесь с холодом на просторах дикой природы. Постарайтесь найти дорогу к заброшенной станции охотников, чтобы попытаться оттуда вызвать помощь. В начале игры герой теряет рюкзак и почти все свои припасы, включая снаряжение. Устанавливайте капканы, чтобы выловить дичь. Опасайтесь диких животных, которые всегда норовят на вас напасть. В округе обитают волки и медведи. Они представляют серьезную опасность. Расставляйте ловушки и следуйте территорию, чтобы убедиться, что здесь безопасно. А поймав кролика, разведите костер и поджарьте мясо. В игре действует 4 основных фактора. Холод, жажда, голод и истощение. Следите за показателями героя и старайтесь не опустить значения до нуля. Можно получить травмы, влияющие на игровой процесс и передвижение. Действует динамическая система смены погоды, поэтому подстраивайтесь под условия. Исследуйте локации, например, полезных вещей. Охотничий домик можно отремонтировать и сделать настоящим убежищем. Сражайтесь с ужасной непогодой и ждите спасательный вертолет. Но стоит учитывать тот факт, что пока не распогодится, помощи ждать не стоит. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и интересное в моей подборке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!